Девушки отдыхают Ему было 12 лет, когда на перроне небольшой станции Лохвица на Полтавщине увидел необычного пассажира, подтянутый в зеленой фуражке, ремнях, да еще орден Красной Звезды на груди светится. Вот тогда и решил Коля Повзун быть ему пограничником. Девушки отдыхают Я не жалел, не жалею и не буду жалеть, что я пограничник. Это моя судьба, это моя любовь, это мое все. 1940-й. Николай Повзун приехал в недавно присоединенную к СССР Западную Беларусь, под Белосток. Службу тут начинал с должности командира роты учебного батальона. Потом попал на 9-ю заставу 88-го пограничного отряда. Охраняемый участок был относительно небольшой. Три километра в одну сторону, три в другую, посредине местечка Зюзель. Застава располагалась во дворе местного костела. Век ее был недолг, всего 20 месяцев. 88-й пограничный отряд это был наш сосед, нашего вредского отряда. Начиная с марта 41-го года обстановка обстрелилась на границе. Обстрелы наших нарядов со предельной стороны. Нарушения самолетами границы нашей страны. Дальше перебежчики были со предельной стороны. Ну и пограничные наряды наблюдали, что там идет сосредоточение войск. О том, что война у порога, пограничники 9-й заставы поняли одними из первых. День и ночь в три смены рядом работали инженерные войска. Строили укрепрайон. Да и нарушителей государственной границы стало больше. До начала войны Николай Повзун лично задержал 60 человек. Судьба моя ограничена. Весной 41-го участок перешел на усиленный режим охраны. В начале июня комендатура получила новое оружие. Самозарядные винтовки Симонова и пистолеты пулемета Дегтярева. Правда, расконсервировать их сразу не успели. На судьбу свою я не могу жаловаться, говорит Николай Повзун сегодня. Она и легендарная, она и строгая, и она разная. Как у всем людям война была, детонька, разная. Один академию кончает, другой где-нибудь на объекте, а другой вроде меня. Мечты. Они сбываются, если стремишься к ним. Идешь, как бы тяжело не было. Скрипишь зубами, но все равно шаг за шагом двигаешься к тому заветному, что греет сердце. Мечта становится судьбой и призванием. В 1941-м Николай Повзун достиг всего, о чем грезил с детства. У него была семья, куда возвращался после порой утомительных нарядов и дежурств. И служба, на которую тоже всегда хотелось возвращаться. Он понимал, что нужен родным и стране, границу которой защищал. 22 июня призвание сделало долгом. Я думал, что война закончится сразу, вспоминает Николай Федорович. Он ведь даже сапоги новые обыть пожалел. Так и пришлось в старых, без подошвы, практически на одних голенищах до Днепра дойти. И все время казалось, вот-вот придет помощь и погонит немцев до Берлина. Противник в первые часы окружения взял в котел третью армию в Гродно, десятую в Белостоке и четвертую в Бресту. Доченька, всегда страшно. Но человек, как вступил в бой, когда началась уже стрельба, он немножко приходит в себя. И тогда только ищет противника, чтобы сблизиться и уничтожить его. За Днепром пограничников специально отфильтровывали. Формировали отдельный батальон охраны командований Западным фронтом. Жукова, Булганина, Макарова. Николай Повзун принял роту. Ее первым боевым заданием было вывести из Смоленского котла командиров, попавших в окружение. Миссия строго засекречена, но выполнима. Семья Повзуна получила на него три похоронки. Он не мог писать из тыла в оккупацию, но вернулся. И потом всегда возвращался. Будем крепиться. Будем крепиться. Будем крепиться. В глубоком тылу противника Николай Повзун побывал дважды. Сегодня вспоминает. Нелегко было, зато почетно. Награжден Орденом Красной Звезды за это. Первую такую награду герой получил в Москве. А узнал об этом в 1942-м из газеты «Правда». Там был напечатан первый указ о награждении пограничников. Многих посмертно. Однако за год до этого никто не думал, со щитом или на щите вернется он на родину. И вернется ли вообще. На оккупированной территории воинское подразделение встречали радостно. Местные жители, которые совсем уж было пали духом, увидели веселых, сильных защитников в зеленой форме и лихих фуражках. Одни только показательные выступления бойцов советской армии, чего стоили. Николай Повзун до сих пор вспоминает свои спортивные кульбиты через конструкцию стола и кипящего самовара. Самовар на столе. Какой же стол? Вот он стол и вот самовар. Это где-то метр семьдесят пять, метр восемьдесят. Я его не перепрыгивал. Я летел через него. Кульбит делал. Кульбит делал. Холод, сырость, бомбежки. У каждого тогда была своя война. Жестокая и страшная. За четыре года освоить военную профессию пришлось каждому. А пограничник Повзун по долгу службы переквалифицировался в разведчика. С группой, в которую он попал, работал генерал Судоплатов, один из главных руководителей советской разведки. В его планы входило устранение такой известной исторической личности, как Власов, который уже начал по заданию немцев формировать так называемую русскую освободительную армию. Летом 1943-го группа НКВД «Активная», в состав которой входил Николай Повзун, десантировалась под Марьиной Горкой. Однако предателя там не застали. Он вылетел в Берлин. А спецбригада советских разведчиков осталась на оккупированной территории до самого освобождения Беларуси. И действовала там вместе с партизанами. В начале 1944-го она соединилась с регулярными частями Красной Армии. «Верь мне, Оля, не знаю, как начать письмо. Совсем разучился». Так напишет Николай Повзун, любимой жене, когда надобности в запрете на отправку корреспонденции уже не было. «Спешу, спешу и очень спешу передать вам, мои дорогие, миллион лучших из лучших пожеланий. Не обижайтесь, что пишу на три письма сразу. Причину, прошу считать, уважительной. И к тому же война не кончена, а жизнь полна неожиданностей». Победу Николай Повзун встретил в городе Барановича в должности коменданта специальной комендатуры. «А я не верил, что война кончена. Я считал и был прав, что война не кончена, что она будет продолжаться». Продолжение следует... Война действительно закончилась не для всех. И Николай Федорович получил новое назначение, новое боевое задание. Должность играющего начальника команды «Динамо». На деле это было прикрытием для уничтожения лазутчиков. Послевоенный Минск был ими переполнен, и новую роль приходилось играть на протяжении 7 лет. Однако она как нельзя лучше подходила герою, физически крепкому, умному и решительному. В жизни каждого человека случаются испытания. Судьба проверяет его на стойкость и дает все новые и новые шансы стать мудрее, опытнее, сильнее. И выжить не сдаваясь, как бы тяжело не было на пути к заветной мечте. Дорога эта трудна. Нередко терни жалят больнее, чем пули. Так до хрущевской реформы Повзун был подполковником, а после стал майором. Причина – воинское звание приведено в соответствие с занимаемой должностью. Снова подполковником, только в отставке, герой стал в 2000-м, согласно указу президента Республики Беларусь. Роман Михайлович, привет! А недавно сбылась еще одна мечта. В жизни Николая Федоровича появился человек, ради которого не просто захотелось жить, а хранять границу Родины, чтобы никто никогда не смог нарушить покоя. А потом подарить все, что знал и умел, во что верил и к чему шел, маленькому, но уже такому горячему сердечку Ромке, правнука, который тоже когда-нибудь вырастет и станет защитником государственной границы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова